Мы тут уже заделали, прилет был отсюда и ушел вот тут тоже. Прошло, через мою квартиру пошло туда, в следующую квартиру. Мы были просто с ребенка в квартире, когда был прилет, мы чудом выскочили, как все знают, что надо две стены, выскочили и в сам прилет мы были здесь. Но мы как бы каким-то чувством, я просто прошел войну, мы выскочили, остались живы. Я прикрыл сына и потом спустились и уже люди начали спускаться, все после этого взорвела спускаться вниз. Это было 2 марта. Все сгорело полностью, никаких вещей, ничего не состоялось, ничего не состоялось. Пожарные тушили 6 часов. Огорело, выгорело все практически, и документы, и все личные средства, все выгорело. Простенок оброшился, там тоже все выгорело. Остались только железные части, кровати, где-то самовар. То, что железное, основное все выгорело полностью. Ну, во-первых, я остался без жилья и средств к существованию. Я сам хоть и инвалид, афганистан, но вот все, что было нажито, ничего нет. Живу у друзей, которые помогают чем-то, пытаясь как-то... Есть просто дача, но до дачи должны добраться. Она здесь в Циркунах, а там сейчас тоже серая зона или стрелы, невозможно попасть. Где ее подавали, узнавали, когда, что, как-то хотели, чтобы сдвинуться с этой мертвой точки, чтобы пришла комиссия проверить. Но многие люди хотят здесь жить. Некоторые квартиры, которые внизу, они могут нормально, но само строение, как оно не повредилось и какие изменения понесли. Это надо было сделать сразу, по горячим словам, когда здесь еще люди не зашили, когда все еще было видно полностью, когда видно было, что здесь... И так видно, конечно, что здесь разруха. Сейчас люди пытаются как-то закрыть, помочь, что-то сделать. И то это не на мои средства, а люди сами на свои средства пытаются как-то... Мы наблюдаем, что во время дождей, во время вот этих ливней, значит, и с лифтовой кабины течет, и с крыши течет, и здесь стоит огромная лужа, пока не высохнет. То есть в любом случае какие-то там нарушения присутствуют, и, естественно, комиссия нужна. Удар был сильный. Естественно, что мы все выскочили в тамбур, тут, собственно, мы и прятались. И, пребывая здесь, мы увидели, что по щитовой начал поступать вот этот дым. Проводка твела медленно, по всей видимости, а пожар на десятых этажах локализовали очень быстро. Нам удалось быстренько всех собрать домочадцев, и с нами были две кошки, попугаи, три черепахи. Две черепахи так получилось, что, в общем-то, они были на виду, мы их быстренько раз и вниз эвакуировали. А третья черепаха, видимо, спряталась где-то под грот. И уже, добегая, конечно, до пятого этажа, мы поняли, что забыли одного члена семьи. Мы с мужем вернулись, но уже зайти не могли. То есть уже был очень удушливый дым. И, собственно, я начала задыхаться, даже терять сознание, и поэтому мы побежали быстренько. Мне стали выкуривать. Ну, я подошла к пожарным, попросила. Я говорю, знаете, у нас там осталась черепашка. Ну, как бы, а вдруг, а вдруг жива. И они ее вынесли. Вот, поэтому ребятам очень благодарны. Я, к сожалению, не узнала номер бригады. Как-то вот сейчас бы, конечно, было бы очень уместно их поблагодарить. Черепаху зовут Шуша. Все случилось. Там с десятого этажа был пожар. Собственно, мы были на Даниловке, тут неподалеку, частный сектор. Начался обстрел. Все закончилось. Мы выходим, видим дым со стороны наших домов. И понимаем, что, соответственно, это попали либо в предыдущий дом, либо в наш. Мы быстренько приезжаем. Пожарные уже все тушат. Начинается повторный обстрел. Доблестные наши пожарные молодцы продолжают все тушить. Заливают все обильно водой. Вытянули людей, которые были тут. Всех спустили. Слава богу, все потушили. Все хорошо. Но последствия... Балкон полностью загорел, к сожалению. Хотелось бы, конечно, чтобы верить в то, что они занимаются какими-то глобальными проблемами. Что они решают вопросы на каком-то более серьезном уровне. И как только все это немного спадет, как появится свободная минутка, чтобы они заглянули к нам, посмотрели, оценили, помогли. И дали какую-то надежду, чтобы мы дальше занимались, а не опускали руки. Мы живем у родственников сейчас. К сожалению, жить нам в таких условиях, конечно. Спасибо еще принимают родственники. Сказали, пока ничего не трогать, пока не будет обследования. Но никто ничего не... Хочется знать, способен наш дом к жизни, так сказать. Отопление, вода, свет и все, что нужно для жизнедеятельности. Ну, а все остальное будем стараться восстанавливать. Помощью, своими силами. Будем надеяться, что откликнуться на наши... По этому будинку могу сказать лише, что рабочая группа, которая создана наказом главы адміністрации, в середине июня 18-го и 20-го червня, был проведен зовнишний огляд. До этого огляда, кроме специалистов и сотрудников районной адміністрации, были заручены представители инициативной группы этого здания. После огляда составлено акт, который направлено до Департаменту ЖКО. В списке подшкоджений будинка, однозначно, этот будинок есть, и он в работе. Можливо, и техническая ошибка, это нужно установить в Департаменте. Срок будет меньше, чем месяц. Срок будет меньше, чем месяц.